Бессмертный полк. Самое массовое и, пожалуй, ожидаемое событие в День Победы. В Новоталицах Ивановского района эта акция стала традиционной. Формирование колонны началось на улице Цветаева. Сюда пришли сотни людей, чтобы города пронести по главной улице портреты своих родственников, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны. Вместе со всей страной уже несколько лет мы идем в этом строю Бессмертного полка. С каждым годом людей все больше и больше. Здесь в виде огромной колонны, это только новоталицкое сельское поселение. Часть жителей города, которые приехали сюда, хотят пройти здесь вместе со своими родными в этой акции. Люди приходят практически уже без приглашения. Все знают, что за эти годы сложилось это время 9.45, уже огромная площадь, занятая людьми. Если 4 года назад, когда Бессмертный полк впервые прошел по улице Новоталиц, было только 500 участников, то на этот раз, по предварительным подсчетам организаторов, собралось свыше тысячи жителей района. Пока колонна строилась, праздничное настроение создавало аккомпанемент Духового оркестра. Как и полагается, впереди Бессмертного полка группы с Красным Знаменем Победы. А уже за ней на ретро-авто главные участники праздника, ветераны Великой Отечественной войны. Аветик Казарян ушел на фронт в 18 и благополучно вернулся домой. Мы с Кривой Рога начали, и оттуда нам взяли, еще раненые были, полтора месяца лежали в госпитале, и потом повезли, еще освободили Бульгарии, Румынии и Бульгарии. И Бульгарии несколько месяцев сидели, там остались. После этого нам говорили, старшему вас домоблазировали, а нам сказали, что вы еще молодые, вы еще кадровые не служили. Мы еще три года служили после войны. В 1948 году только добрые друзья. Конечная точка маршрута бессмертного полка – площадь Рупасова. Здесь организовали сразу несколько праздничных площадок. Помимо концерта, жители района смогли увидеть реконструкцию солдатского быта в военно-полевом лагере. А на этой площадке развернулся настоящий полевой госпиталь. Говорят, что инструменты медицинские не тех времен, современные, но они мало изменились за все эти годы. А вот бинтуют здесь практически как по-настоящему. Качественно и быстро. Полевой госпиталь пользовался большой популярностью, особенно у детей. Они с удовольствием подставляли руки, чтобы и забинтовали. Ведь сестры даже шутили. Перевязочный материал идет в расход едва ли не с такой же скоростью, как на войне. А по соседству от госпиталя развернулся штаб времен Великой Отечественной. На большом столе – карта боевых действий, а вокруг – личный состав, занимается обсуждением плана наступления. Для создания антуража мы используем, во-первых, военные атрибутики. То есть, например, у нас есть чайник тех лет, котелок с едой, карандаши, бумажки, то есть часы старинные даже вот нашли. То есть стараемся все, чтобы создать антураж тех лет. Мероприятия, посвященные Дню Победы, состоялись не только в Новоталицах, но и в остальных десяти сельских поселениях района. Там тоже организовали памятные митинги и праздничные концерты. Мне понравилось штаб, там много солдатов. Праздник хороший, мне все понравилось. Праздник 9 мая, он очень важен для нас, для нашей страны. Мы прошли бессмертный полк, несли фотографии своих прабабушек, прадедушек. Прошли сюда, хорошая организация. Мы побывали в штабе, разбирали автоматы, танцевали. В общем, им все понравилось. И благодаря нашим прадедушкам, героям, мы живем под мирным небом. Праздник Победы, его нельзя забывать. Он очень важный. Я сегодня выступал на сцене, пел песню. Потом пошел на площадку, здесь есть медики, из пистолета, автомат перезаряжать. Ну и какой же праздник без танцев? Пуститься в пляс смогли все желающие. Пока взрослые танцевали, дети попробовали свои силы в сборке и разборке автомата. К кульминации праздника уже по традиции стало угощение ароматной гречневой солдатской кашей и горячим чаем, который в солнечный, но весьма прохладный майский день оказался как нельзя кстати. Любовь Почерникова, Михаил Кенгуров, РТВ Иваново, Ивановский район.